Мы с Евгением Ильичом Добиным и у нас возникла идея, проект, это будет прям целый проект, посвящен непосредственно коленам Израиля, истории колен Израиля. И он носит название «Колено дальнее и ближнее», и сегодня будет вводная лекция, она будет посвящена обзору, обзору тематики колен Израиля. Спасибо большое тем, кто подсоединяется и приходит. Есть люди, которые уже ее слышали, но ничего страшного. Я думаю, может что-то новое для себя узнают, подчеркнут. Сегодня мы начнем с вводной лекции, с лекции, которая будет посвящена обзору колен Израилевых, а дальше уже постепенно по развитию, по накатанной пойдем по каждому колену в следующие дни нашего проекта. Будем рассматривать разные колена Израиля. У меня нет никаких, да, сразу же определимся на берегу, у меня нет никаких ограничений в плане того, если вы там едите, пьете, кушаете, занимаетесь своей какой-то работой, меня это совершенно не отвлекает, если даже у вас будет включена камера, либо же звук. Начнем. Спасибо большое, меня уже представили, представляться не буду, но у меня вопрос к вам. Я, еще маленький момент, я не люблю стендапы, я не люблю делать стендапы, я могу долго и нудно говорить, и мой язык живет сам по себе, но я люблю больше диалоги. Поэтому к вам будет очень много сегодня звучать вопросов. Первый вопрос. Сколько колен Израилевых вы знаете? Сколько колен Израилевых? Есть. Вообще официально 12, как бы призы, да, вроде говорят, что было 12. Окей. Вообще признанное 12 колен. Спасибо большое, Леонид. Вообще признанное, да, вы правы. 12 колен Израилевых, мы видим карту, она на английском языке, простите, но это одна из самых более точных карт, которая была отрисована. Колен Израилевых, как они распределились по своим наделам непосредственно, когда уже мы зашли в эры Цесраэль. Да, 40 лет странствия, мы помним 40-летнее странствие по пустыне, мы сформировались как единое целое, да, как один народ, и получили свое завещание от Моше, о котором мы сегодня поговорим. И когда вошли в эры Цесраэль, мы получили свои наделы в зависимости от того, как это было завещать, как Моше нам завещал. Если мы посмотрим, да, здесь есть граница. Это карта, которая современного Израиля, но здесь есть граница, вот она идет, я показываю, да. Эта граница называется рекой Йордан. Есть, да, есть колено, которое мы с вами, когда переходили, мы перешли эту реку, реку Йордан, перешли мы ее вот здесь, да, в районе Мертвого моря, где колено Реувема село. Вот здесь мы переходили, здесь мы переходили и заходили в Эры Цесраэль, двигаясь с земли Муава, со стороны земли Муава и Омона. И исторически сложилось, и мы поговорим сегодня тоже об этом, что два с половиной колена, они остались за пределами земли Израиля. То есть они не вошли в Эры Цесраэль, они осели за пределами Иордана. И получили свое название, да, за Иорданские колена. Какие это колена? Это колено Реувема, Гада и часть колена Минаши, половина колена Минаши. Да, вот мы видим с вами Минася, Гад и Реувем, которые остались за Иорданом. Остальные же вошли в Эры Цесраэль. В книге Йошоа Бенум нам ярко описано, как мы завоевывали, как мы проводили боевые действия, да, военные действия, и как мы воевали с народами, которые населяли Ханан и непосредственно Эры Цесраэль, и как мы воевали с ними, и постепенно, степ-бэй-степ, да, шижочек за шижочком, мы себе отвоевали землю, которая была обещана Всевышним нашим праотцам, Абраму, Уцхаку и Якову. И расселились. Дальше в книге, в седьмой книге Корпуса Танаха, Кавдаля, да, 24 книги у нас входят в Корпус Танаха, в седьмой книге Корпуса Танаха, в Радних Пророках, в книге Шофтим, в книге Шофтим мы с вами уже встречаем, да, истории колен Израилевых, что с нами происходило, когда мы уже с вами осели, когда мы с вами уже вот окончательно пустили корни в эры Цесраэля. Но давайте-ка посмотрим развитие, развитие самих, Леонид сказал, 12 колен Израилевых. Я с вами соглашусь вот с точки зрения, да, общепринятого, что мы знаем, 12 колен Израилевых. Есть очень старая такая бородатая шутка-анекдот, загадка, да, сидит шесть евреев, что у них под столом, 12 колен. Да, это стало нарративной частью, что 12 колен Израилевых, и прям вот 12 очень-очень-очень на слуху. Но так ли это? Так ли это с точки зрения традиции, с точки зрения наших текстов? К вам вопрос. Как вы думаете, так ли это? 12 ли колен Израилевых у нас? Не слышно? Конечно, нет. Конечно, нет. Окей. Да, Леш, что ты думаешь? Да, их больше. Если мы будем читать внимательно, то мы разглядим большее количество, чем 12. Да, хорошо. Сейчас мы попробуем разглядеть с вами, и мы начнем, мы углубимся, чтобы не только, да, вот не только я был перед вами и не только мой голос, но мы углубимся в... Я очень люблю работать с источниками. И это, да, понятно, мы должны увидеть свидетельство нашим словам, подкрепить наши слова свидетельскими показаниями. Самым лучшим свидетельским показанием в нашей с вами традиции что является? Правильно, тара. Да, и мы с вами перейдем в Тару. Книга Берещит, первая книга Тары. Недельная глава Ваихи. 49-я глава, с 3 по 27 Псуким, с 3 по 27 стихи. У нас красиво, поэтично написано завещание про отца Якова. Яков лежит на смертном андре, он вот-вот должен умереть. И что он делает? Он дает завещание каждому из своих сыновей. Сколько было сыновей у Якова? 12. 12, спасибо большое, Евгений, если я не ошибаюсь. 12 сыновей, совершенно верно. 12 сыновей мы помним историю, да, и мы сейчас читаем с вами недельные главы, которые повествуют нам о сыновьях. А в особенности на этой неделе у нас недельная глава Микетс, да, история Йосефа, где он у нас будет трактовать сны. Сначала сны, которые он протрактует, виночерпивает, да, и хлебопекерю, и дальше, и дальше уже сны, которые будут фараону. 12, 12 детей, 12 мальчиков, давайте так, 12 мальчиков у Якова и девочка Дина. То есть в общей сложности 13 детей, 12 мальчиков, и здесь представлена, да, схема, которую я нарисовал, кто, от какой жены был рожден. Шесть сыновей от Леи были рождены, да, Рювэм, Шимон, Леви, Ягудай, Сахар и Звулун. Первенец, да, мы здесь с вами видим. Что первенец был Рювэм, вторым был Шимон, третьим был Леви, четвертым был Ягуда, пятым был Исахар, шестым был Звулун. Два сына Рахель, Йосеф и Бен Ямин. Рахель была любимейшей женой Якова, но она родила всего два сына, да, для праотца Якова. И оба из этих сыновей, у них был статус выше в любви, статус имеется в виду, да, статус любви отца к ним был на порядок выше, потому что Рахель была любимей женой, да, чем, к примеру, любовь Якова, как отца Рювэм и Шимону Леви Ягуде. Раб, да, это что-то вот невольное, то, что вот статус раба, да, в древнем мире приравнивался к статусу вещь. Просто, просто как чашка, к примеру, да, вот, которая у меня стоит на столе. На самом-то деле, пелегеш, пелегеш, статус, если говорить современным языком, у пелегеш статус гражданской жены. У нее выше, чем статус рабыни, но ниже статуса официальной жены. Если мы с вами уйдем в историю Сары и Агарь, это яркий пример и признак с точки зрения юридической, яркий пример с точки зрения юридической, как работал статус пелегеш в древнем мире. Но сейчас не об этом, да, сегодня не о статусе пелегеш. Пелегеш, две гражданские жены, про отца Якова. Два сына были рождены от Бильхеданы нафталии, два сына были рождены от Зильпы, Гат и Ашер. Вопрос к вам. Да, мы видим с вами. Возвращаемся к нашей картинке. В чем отличие от того, что я сейчас вам дал перечень от того, что вы видите сейчас на экране? Не молчите, меня это пугает. Может, то, что два колена по одну сторону Ярдана и по другую. Хорошо, спасибо. То есть одно колено разделено на две части. Спасибо. Какое это колено? Вы правильно отметили. Какое это колено? Как оно здесь? Повторите, пожалуйста, ли они не услышали. Менаши. Совершенно верно. Менаши. Менаши. А под ним находится еще колено, видите, Эфраима. Эфраим, да. А здесь ли они у нас есть? Мы читаем с вами, да? 12 сыновей. Ревем, Шимон, Леви, Югудай, Сахар, Звулюн, Юсеф, Бенемин, Дан, Нафтали, Гад, Ашер. Есть ли Менаши, Эфраим? Нету. Оп, да. Первый у нас, первый трюк. Первый трюк, который мы с вами видим. Первый трюк, который мы с вами встречаем со счетом колен Израилевых. Если у нас 12 сыновей Якова, да, которые получают вот завещание Якова, получают, соответственно, свои уделы, наделы. Какое из этих, кто здесь перечислен, какое, кто отсутствует на карте? Окей, чтобы... Друзья Иосифа. Да, спасибо большое. Спасибо, Евгений Иосифович. Юсеф. Юсеф отсутствует у нас на карте, да? А еще кто? Еще один отсутствует. Еще одно колено отсутствует. Конечно, Леви. Леви. Совершенно верно. Спасибо. Не было у них деньги. Спасибо, спасибо, Леша, который говорит с Дашиного аккаунта. Совершенно верно. Минус два, да? Минус два. Юсефа мы не видим здесь. И мы не видим здесь колено Леви. Что же? Какая история у нас? Почему у нас такие трюки происходят? Почему у нас происходят такие трюки? Если мы с вами углубляемся обратно в нашу завещание про отца Якова в Береши, 49 глава, мы с вами читаем. И призвал Яков своих сыновей и сказал, соберитесь, и я поведаю вам, что случится с вами в грядущие дни. Собрались, и он начинает с третьего стиха. Реувем, мой первенец, моя сила и начаток моей мощи, избыток силы и избыток могущества, безудержный, бурлящий, как вода, ты не обретешь превосходства. Но Реувем у нас присутствует, да, мы видим с вами. Первый момент, Реувем у нас присутствует, но он присутствует за Иорданом. Своего рода это наказание Реувема, то, что он не входит. Он не входит в Эр-Иц-Исраэль, да. Он получает за Иорданную территорию. Но вопрос к вам. Яков лишает его права первенства. Он говорит, ты мой первенец, ты моя мощь, ты моя сила, но ты не будешь первым, ты не будешь править, ты не будешь лидером. Я не отдаю тебе свое благословение. Не даю я тебе его. Почему? Помните, не помните, почему? Почему Яков очень жестоко наказывает Реувема? Реувем потом это припомнит. Колено Реувема нам это припомнит, когда мы будем находиться в 40-летнем странстве. И именно Калина Реувема поддержит Короха в восстании против Моше. В чем была причина? Он делал страшную вещь. Зашел в Вимхи, когда отсутствовал Яков или не мог исполнять свой супружеский долг, он выполнял его за отца без просьбы. То же самое, в общем, то, что мы вчера говорили, то есть совершенно то же самое было и у Давида, с его сыном, который, значит, заходил к его наложницам Давида. В первую очередь, это оскорбление для отца, неуважение отца. Я уже не говорю про нарушения остальных этических норм данных Тори. Хорошо, спасибо большое. До этого момента, где мы сейчас читаем, у нас нет пока этих этических норм, которые даны, которые нам общеизвестны. Мы понимаем, что Тори находится ни в пространстве, ни во времени. Но с точки зрения традиций, с точки зрения законодательства того периода, что сделал Ревуэм? Ревуэм просто при живом отце начал забирать его имущество. Тот, кто владеет гаремом с точки зрения древности, тот владеет царством. Это был большой, огромный плевок со стороны Ревуэма в сторону его отца. Что он таким образом, он говорит, все, вот я, я твой первенец, я сейчас в этот момент забираю все себе. С учетом того, что Яков не дал ему еще благословения. Мы помним с вами историю, которая с самим же Яковым и происходила. Как он получил благословение. История Якова и Сава, двух братьев. Как он получил благословение от Ицхака. Сейчас же здесь идет наказание Якова с одной стороны. Потому что первенец, его первенец, то, что с точки зрения обратно, наши с вами традиции и в принципе традиции древности, не только наши с вами. Первенец считается, первенец получает все имущество. Он считается лидером. Он считается первым в своем роду. И он получает самый-самый большой, огромный кусок от всего наследства. Но Яков лишает Реувема права первенства. И дальше он говорит следующее. Шимон и Левеви, соучастники, их помыслы орудия разбоя. Да не войдет душа моя в тайный сговор с ними. Ибо в гневе своем они убили человека, и по прихоти своей изувечили Вала. Проклят их гнев, ибо неистов он, и их ярость, ибо жестока она. Разделю их в Якове, рассею их в Израиле. Два знаменательных, вот два таких прям очень четких. В Эверотамке, Кашетах, Ахалькен, Беяков. Разделю их в Якове, рассею их в Израиле. Шимон и Леви. Они тоже не получают, несмотря на то, что они являются вторым и третьим сыном, они не получают благословения также от Якова. При этом, при всем, если мы возвращаемся к карте, мы с вами увидим, что надел Шимона есть, но он маленький. И он где находится? Он находится в центре Ягуды. Он находится прям, если мы видим у всех остальных колен Израиля, видно какую-то самостоятельность колен, то Шимон, он полностью контролен Ягуде. Самому многочисленному по территории. В принципе, с Менаши можно посоревноваться. Еще и быта может посоревноваться по территории с Менаши. Мы видим, что Шимон у нас находится прямо в центре. И когда мы уходим в недельную главу Пинхас, где ведется подсчет по коленам Израиля, где нам говорится, сколько людей находится в каждом колене Израиля, мы с вами увидим, что всего лишь 22 тысячи человек находятся в колене Шимона. Это у нас уже странствие, которое идет по пустыне. 1939 год, 1940 год приблизительно нашего странствия по пустыне. Недельная глава Пинхас. И мы видим на том, что колено Шимон самое малочисленное. Оно стоит на последнем месте. Оно стоит на последнем месте. Но в чем же, да, почему, опять-таки, были подвержены наказанию и забегая наперед, когда мы с вами посмотрим на второе завещание, которое есть у нас с вами в Таре, завещание Моше. Моше также дает завещание каждому из колен Израиля. Забегая наперед, я вам скажу, что мы не увидим с вами там колено Шимона. Оно будет отсутствовать. Оно исчезнет. Оно рассеется, да, как сказано. А рассею их в Израиле. Но это мы забежали очень-очень далеко наперед. Вопрос, вопрос к вам. За что наказание? За что Шимону наказание, что он рассеян, а Леви, как мы с вами видим, не получает своего на дело? Помните? Если нет, можно взять подсказку говорящего ящика, в котором выступаю я сегодня. Я помню, они отомстили за сестру. Да. Да, супер, спасибо большое. Они отомстили за сестру. Вот это прям четко точку сказали. Пойнт, который, да, Шимон и Леви отомстили за сестру свою Диму. История, да, которая описана на множестве картин, описана во многих романах. Прекрасный город Шхем и жители Шхема. Шхема еще не принадлежит территории Израиля. Мы еще его не завоевали, мы еще не находимся в нем. Но у Якова, у праотца Якова, если говорить современным языком, был заключен бизнес-договор со Шхемом. И то, что сделали Шимон и Леви, разрушил, разрушил вот этот вот договор. Который существовал у Якова. Естественно, у Яков теряет львиную долю, да, и он теряет, самое главное, уважение. Он теряет уважение в древнем мире. То, что больше, да, стоит, чем любое, чем любые деньги. Он теряет уважение. Почему? Потому что Шимон и Леви что сделали? Они сделали этот хитрост, да, они такой трюк сделали. Сказали, ага, хочешь, чтобы ты, хочешь нашу сестру? Ну, себе в жены. Обресь всех мужчин в своем городе, да, обресьте все мужчины. И когда мужчины обрезались и лежали в этом, да, вот отходили послеоперационный период, вот таки говорим современным языком, что произошло? Шимон и Леви взяли и вырезали всех. Всех мужчин. Убили всех мужчин. Тем самым, да, разгневав, разгневав Якова. Потому что возвращаемся, да, статус Якова, его репутация была нарушена. Потому что был заключен мирный договор, здесь он был нарушен. И что Яков говорит? Что ты, Шимон, будешь рассеян, да, разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Шимон будет рассеян и исчезнет. Леви, Леви не получит надела. Леви не получит своего надела в земле Израиля. И он будет скитаться, да, он скитается между коленами Израиля. Знаменательно то, что уже во второй книге, в книге Шмот, Моше. Моше у нас будет и Моше, и Арон, и Мирьям, да, они у нас будут из колена Леви. Колено Леви будет оправдано. Колено Леви на самом-то деле будет оправдано. И они получат свой ковод, свое уважение и в стане еврейском, да, и, в принципе, от Всевышнего. Не только посредством того, что Моше, Моше Робейну, да, величайший пророк в нашей традиции, он из колена Леви. Это история, которая будет связана у нас с Китиса, недельная глава Китишса, Шмот 32, где самый такой, один из самых ярких, знаменательных моментов нашей с вами истории, но черная страница. Золотой телец. История с золотым тельцом. Когда мы выливаем золотого тельца, начинаем плясать вокруг него, устраивать пляски, танцы, оргии, да, и кто, Моше видит это, разбивает, разбивает скрижали, которые он принес для нас, да, и с правилами, с правилами, которые мы не соблюдали. И что происходит? Моше кричит, что кто со мной, подойдите, да, кто сейчас за меня, да, встаньте рядом со мной. И кто к нему подходит? Только Левиты. Только Левиты. И написано, да, что Левиты прошли по стану, и в тот день пало 3000 братьев, и Левиты убивали всех, да, не считаясь, брат ты не брат, с моего ты колена, не с моего колена. Этим действием Левиты были оправданы. Левиты были оправданы, и, да, их статус очистился. Но с Шимоном этого не произошло. С Шимоном этого не произошло. И что мы видим дальше? Девятый стих, девятый послуг говорит, что «Ягуда, львенок, от добычи ты превозносишься, сын мой, преклонил он колени, припал к земле, как лев, не отойдет скипетр от Ягуды и стила законодательства от его потомков, пока не придет он в Шилло, и ему повиновение народов не станет за ним». Что это нам говорит? А чем нам этот, вот именно с девятого по одиннадцатый стихи, девятый-десятый даже, если быть точнее, девятый-десятый стихи о Ягуде, что они нам раскрывают в завещании Якова? Что они повествуют? Что Ягуда получает то самое благословение от Якова. Четвертый сын, мы видим, что на самом-то деле в нашей с вами традиции, когда мы анализируем тексты, читаем тексты, внимательно их прочитываем, мы видим, что право первенства на самом-то деле, оно не работает. Первенец всегда остается где-то сбоку, да, если мы берем историю, начиная от общечеловеческую историю Каин и Авель, где Каин был первен, сам Авель был вторым ребенком, Авель удостоился чести, да, Каин, потому что Всевышний выбирает его, Желанина. То же самое у нас происходит дальше, да, Яков и Исаф, двенадцать колен Израилевых, мы с вами видим, что Ягуда четвертый сын получает. Если мы уйдем в корпус Невиим, ярким примером у нас является царь Давид, да, который был восьмым ребенком в своей, он был восьмым ребенком в своей семье, но именно он получил, да, не первенец, не старший брат получил звание, да, царя, не его полили голову елеем, а восьмого сына Шлому, который тоже не являлся на самом-то деле первенцем, да, у Давида. Мы видим эту цепочку, что право первенства не работает, но возвращаясь к коленам Израиля, мы видим, что Яков отдает первенство и скипетр, да, у нас четко написано, что скипетр не отойдет от Ягуды. Здесь у нас вот нам сразу же четко намекают на тот момент, что все, Ягуда будет правящим коленом, что именно из него выйдет, он будет править над всеми остальными в дальнейшем. Но мы с вами понимаем, что это мы находимся, эта история, да, в начале, это Берешит, когда мы только-только вот спустились в Египет, нету еще 400-летнего рабства, нету еще Моше, да, у нас нету еще исхода из Египта, мы еще не бродим по пустыне, мы как бы, да, мы еще не входим задолго до этого, еще задолго до того момента, когда Ягуда правда станет вот правящим коленом. Но он получает, он получает свой, свой кого-то, да, свое уважение, что именно он будет править. Я опущу описание всех остальных, вы их можете прочитать непосредственно в таре с переводом, само собой. И хочу, да, обратить внимание, что же у нас происходит с Йосефом. Мы увидели, да, что, мы поняли, почему Леви потерял свой надел, и почему он здесь не представлен. Но что с Йосефом? Где Йосеф? Да, у нас нет Йосефа, он не фигурирует здесь. Он не фигурирует здесь зрительно, но он фигурирует, да, де юре, как бы, его здесь не видно, де-факто он существует. Существует как, и это очень интересно. Благословение твоего отца превосходит благословение моих родителей до пределов высот вечных. Да придутся они на голову Йосефа, на теме отличившегося среди братьев его. Вообще непонятно, о чем, да, на самом-то деле говорит Яков. Очень непонятно, на самом-то деле. Но если мы немножечко выше поднимемся, то мы увидим с вами Йосеф, дикая ослица сын, дикий осленок весной, дикая ослица в шуре. Изводили его, пускали стрелы в него, лучники ополчились против него, но туго натянутый оставался лук его. Тверды и быстрые были его руки, поддержанные владыкой Якова, пастырями твердыния Израиля. Бог твоего отца да поможет тебе, шадай да благословить тебя, благословением небесным свыше, благословением бездны, лежащей внизу, благословением груди и чрева. Очень много, большое количество красивых слов со стороны Якова идет в адрес Йосефа, но здесь ничего не сказано, да, кто получает, как получает, как он получает и как будет представлено, как он будет представлен в разделении земель. Но если мы немножечко отойдем на шажочек назад, вот как раз перед тем, как Яков дает свое завещание всем сыновьям, у него была встреча с Йосефом. А встреча с, это его последние, да, это последние слова про отца Якова, когда собрались все сыновья. Все сыновья стоят перед ним, но за несколько, так скажем, мгновений до этой встречи у Якова была встреча с Йосефом. На которой присутствовали кто? На которой присутствовал Йосеф, его дети и Яков. И детей как звали, как вы думаете? Правильно, правильно вы думаете? Эфраим и Минаши. Их звали Эфраим и Минаши. Если мы с вами просто начнем, да, вот сопоставлять, получается, что Йосеф получил двойной надел. Так и происходит. Про отец Яков говорит, что за все вот, что произошло с Йосефом в его жизни, за все эти горести, за то, что он отсутствовал, да, нормально с семьей, Йосеф не присутствовал, да, Йосефа продали в рабство, когда ему было 17 лет. За то, что произошло с ним, Яков завещает ему двойной надел в земле Израиля. То есть он говорит, что ты будешь представлен двойным коленом. И очень-очень-очень древний ритуал происходит в этот момент. Древний ритуал состоял в следующем, что Яков взял своих внуков, Эфраима и Минаши, посадил себе их на колени. И таким образом он их усыновил, он им дал статус, официальный статус сыновей. Он, да, как бы, и Яков говорит, что с этого момента они мои сыновья, а все остальные, кто у тебя сейчас рожден, либо же родится после, это будут твои сыновья, Йосеф. Он дает официальный статус своим внукам, как сыновьям, и проводит ритуал, да, ритуал усыновления. При этом, при всем, Яков уже, он слеп, он не видит. И когда он благословляет, он дает благословение Эфраиму и Минаше, если мы с вами посмотрим на вот количество, да, территорий, которые принадлежат Минаше, на у нас вот, да, зелененькое, салатовое, и голубенькое у Эфраима, то по логике мы можем предположить, что Минаше старший сын, да, Эфраим младший. То есть, если мы видим, да, по наделам, что у Минаше очень огромные куски земли, значит, он должен быть старшим братом, Эфраим должен быть младшим братом. Опять не сработала схема. Когда Яков благословляет Эфраима и Минаше, он кладет, да, руки на них, и левую руку, которая считалась, с точки зрения еврейской традиции, левая рука считается десницей, да, важнее, важнее. Он кладет руки накрест, да, и Йосеф ему говорит, что отец, ты неправильно делаешь. Он говорит, я правильно делаю, я знаю, как я делаю. И он дает первое благословение, благословение выше, да, по статусу Минаше. А второе благословение он дает Эфраим. Опять-таки не сработала у нас схема первенства, да, право первородства. И что говорят нам наши мудрецы, что, исходя из завещания Якова и научной круги, да, Хахамим, научной круги говорят нам, что, исходя вот из завещания, которое мы сейчас с вами просмотрели, появляются два дома. Дом Ягуды, который у нас представлен, да, коленом Ягуда, и дом Йосефа. Дом Йосефа, который у нас представлен Минаше и Ефраимом. И это в нашей истории, в наших текстах очень тонкой гранью проходит и пронизывает борьбу между этими двумя домами. Самым ярким примером с точки зрения исторической, и которая закреплена у нас в корпусе текстов Танаха, является разделение. Разделение. Разделение на два самостоятельных государства после смерти царя Шломо. Когда Шломо умирает, он не успевает оставить, назначить наследника. И его сын, Рехован, становится царем. Но он правит не очень хорошо. И начинается распряк. Начинается вот момент междуусобных войн. И что у нас происходит? Мы рассматриваем эту грань, эту границу. Юг становится... На юг уходит... Оно там и находилось. Колено Ягуды. И оно становится отдельным государством под названием Иудея, которое просуществует очень долгое время, вплоть до 586 года, до начала новых времен, когда придет Вавилонский, да, когда придут вавилоняне и разрушат первый храм. Ягуда и половинка колена Бениамина, вот они составили половинка колена Бениамина, потому что если мы внимательно посмотрим на карту, Иерусалим находится на территории Бениамина, не на территории Ягуды. Это большое, огромное заблуждение, что Иерусалим находился на территории Ягуды. На самом-то деле Иерусалим находится на территории колена Бениамина. Так вот, Ягуда и половинка колена Бениамина, они организовывают, да, вот после смерти царя Шлому, они организовывают свое собственное государство под названием Иудея. Все остальные 10 с половиной колен, да, на самом-то деле там было не 10 с половиной колен, потому что за Иорданное колено уже на тот момент они исчезли. Они исчезли, и есть этому подтверждение, есть находка, которая называется Стелла Меши. Стелла Меши – это камень, который был написан Моавитянским царем. Мы видим земля Муав, да, которая граничит с нами. Вот она, Моавитянским царем, и Моавитянский царь уже не упоминает, он пишет, что он ведет войну с коленом Гада и Менаши, но не упоминает о колене Руувема. То есть предполагают, что на тот момент уже колено Руувема перестало существовать. Это такое отступление, да. 10 с половиной колен, если можно так сказать, они организуют свое собственное государство под названием Израиль. Северное государство под названием Израиль. И главенствующим коленом является Менаши в этом государстве. Это государство перестанет существовать в 722 году, до начала новых времен, когда Ассирия нападет, Ашур, когда нападает, завоевывает эти все территории, и государство перестает существовать. Иудея еще два столетия продержится. Иудея еще два столетия продержится. Но это мы с вами видим, да, то, как пронизана в наших текстах борьба, которая начинается непосредственно с завещания Якова, что дом Ягуды начинает бороться с домом Йосефа. И кардинальный, огромный корпус текстов, когда ты сидишь, анализируешь и читаешь, ты это видишь. Это просто такими невидимыми нитками пронизана полностью вся наша история, где борются между собой два дома, представители двух домов. Леви, о том, что мы говорили, да, оно выделено, мы с вами видим, в Бамидбар, в книге Бамидбар, четвертая книга, оно выделено у нас отдельным, забыл я почему-то об этом слайде, оно выделено у нас отдельным, что исчисли сынов Каата из сынов Леви по семейству их, по родовому дому их. Леви, да, мы видим с вами, что они их отделили отдельно, их отделили отдельно, прям отдельно стоит колено, где исчисляется отдельно. И недельная глава на Со, недельная глава на Со, опять-таки в том же, в книге Бамидбар, четвертая книга, это мы с вами все, мы с вами путешествуем, мы уже с вами, да, в сорокалетнем странстве находимся. Недельная глава – это самая-самая длинная недельная глава в Таре. Почему она самая длинная? Потому что в ней повествуется, что какое колено принесло в мешкам, в наш переносной храм, что какой из колен. На самом-то деле они приносили одинаковые вещи, 12 золотых ложек, 12 серебряных ложек, но это все прям вот детально описано, такое чувство, что эту часть, да, сидел, сидел и писал вот небесный, небесный бухгалтер, который четко-четко с ревизией, не знаю, ну, как бы, да, с номерами ревизионными и прочим, 12 ложек, 12 плошек, 12 чашек. Но, что нам здесь интересно, мы с вами смотрим, как выстроены, во-первых, с какого колена начинается, какое колено первому достоилось чести в первый день принести свою жертву. Колено ягуды. И оно уже у нас выделено, да, первым. То есть не ревевема, не колено ревевема у нас стоит, я, кто-то пишет в чат, я не вижу, не вижу, не могу читать просто, простите. Колено ягуды стоит первым у нас, да, а дальше пошло уже вот Исахар, Звулун, Ревевем, то есть у нас нарушено, нету этого первенства, да, если в завещании Яка вот четко все вот идет, как родились, начинается с Ревема, заканчивается Беньямином, потому что Беньямин был рожден в 12-м. Здесь мы с вами видим, что ягуду ставят на первое место, а дальше уже, ну, неинтересно, да, как кто будет распределен. Но, момент следующий, у нас еще здесь присутствует колено Шимона. Если мы с вами считаем, да, 12 дней, у нас здесь представлены 12 колен. Мы видим, да, 12 колен. Исахар, Звулун, Ревем, Шимон, Гат, Ифрай, Менаши, Беньямин, Дан, Ашер, Нафтали. И отдельно, если мы вернемся к предыдущему слайду, и отдельно выделено колено Леви. То есть мы понимаем с вами, что их уже не 12, да, их уже 13 получается. Потому что у нас отдельно стоит колено Леви. И отдельно, да, вот, и отдельно у нас идет перечисление. Из колена, из колена, из колена, видите, ну, как бы, что у нас пишется, да. Из колена. Предводители сынов Гада, да, предводители сынов Менаши, Гамлиэль, сын Педацура. Перечисление. 12 колен, которые принесли свою жертву, и отдельное колено Леви. 13-е колено. Если мы с вами уходим в... Просто время... Время... Я уже начинаю спешить, потому что время немножечко подходит к концу. Если мы с вами уходим в книгу Дворим, в последнюю пятую книгу, я сделал сравнительную таблицу, да, завещание, завещание про отца Якова и завещание Моше, как оно выглядит. Если мы с вами уходим в книгу Дворим, в 33-ю недельную главу, 6-го по 24-й стих, мы с вами увидим... Да ты обалдел. У кого-то есть возражение. Мы с вами увидим такое же самое завещание. Завещание, как и у... Было, как и у право отца Якова было. Мы с вами видим завещание, которое дает Моше. Но давайте сравним. Давайте сравним и посмотрим, кто отсутствует у нас в завещании Моше. Если мы с вами видим, да, я их обратно таки разделил по... тому, как были рождены. Да, мы с вами видим у завещания про отца Якова, 6 сыновей Леи, да, Рювэм, Шимон, Рювэм, Рювэм, Шимон, Леви, Ягуда и Сахар Зволун. 6 сыновей Леи представлены у Моше. Рювэм, Ягуда, Леви, Зволун и Сахар. Не раз, не два, не три, не четыре, не пять. По Абам. Кто отсутствует? Кого мы не видим? Мы не видим Шимона, да? Времени уже нету на вопросы. Мы не видим с вами Шимона. Два сына Рахель, да? Йосеф и Бениамин. Два сына Рахель, Бениамин и Йосеф. И Фраем и Менаш. И дальше, дальше по стандарту. Дан, Нафтали, Гат, Ашер, они таки остались. На самом-то деле, никуда не исчезли. Мы видим с вами, что у нас выпадает колено, да, Шимона. Оно перестает существовать. Оно не входит на самом-то деле в Аэрис Исраэль. Его нету. Согласно завещанию Моше, исходя из завещания Моше, Шимон не получает. В преддверии, вот буквально за год до того, как мы должны войти, проводится пересчет колен Израилевых. И на тот момент уже колено Шимона, в недельной главе Пинхас, да, колено Шимона составляет 22 тысячи. Но мы видим, что вот буквально за шаг за шаг до того, как войти в Эрис Исраэль, Шимона нет. Оно исчезло. Оно растворилось. Колено Ягуды его поглотило. Оно перестало существовать, как таково. То есть, минус один, да, минус одно колено. Если мы убираем Леви, как колено, которое не имеет своих наделов, да, то мы с вами считаем, что согласно по, и Моше тоже утверждает, да, что Леви ты будешь скитаться между городами братьев своих, не будет у тебя надела. Тогда мы с вами считаем, что у нас получается не раз, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь, не восемь, не девять, не десять, не одиннадцать колен Израилевых. То есть, одиннадцать, двенадцать не получается, да? Как бы это было не печально. Если мы с вами уйдем немножечко в следующий корпус одной из самых замечательнейших древних произведений, которая называется по своему стилю написание, это очень древний иврит, который не соответствует книге, в которой находится эта поэма. Это песня. Песня пророчицы Деборы, песня пророчицы Дворы, которая женщина, судья Шофет, пророчица, да? И она в песне своей, в своей поэме выразила отношение к происходящему. К происходящему, что знаменитая история, когда мы воюем, да? Барак, Сисра, Яэль, то, что мы вспоминали вот на Хануку буквально недавно, убийство, убийство предводителя, да, вражеской армии Сисры, Яэль, которая не является, девушка Яэль, которая не является еврейкой, да, она кнаанка, она принадлежит к другому племени. Но история, нас сейчас не эта история интересует, нас больше интересует история, какие колена отобразила Двора в своей песне. И она отобразила, а это, да, это книга Шофтим, это мы уже с вами понимаем, что с точки зрения вот линейки, это мы уже находимся лет, лет это так 100-150 в земле Израиля, мы уже ее завоевали, мы уже распределились, расселились, мы живем, да, у нас уже свое собственное хозяйство, мы успеваем еще и друг с другом ссориться, как всегда. Но кого она здесь, кого она описывает? Пишет, да, что от Эфраема пришли те, чей корень в Амалеке, за тобой, Беньямин, с людьми твоими, от Махира, здесь маленький, маленькие, да, замечания. Мы видим с вами, что появляется колено под названием Махир. С точки зрения, если мы возьмем, если мы возьмем и проследим всю линейку представителей колена Махира, это колено Минаши. Колено Минаши меняет свое название и становится коленом Махира. Мы видим с вами Эфраем, Беньямин, Махир, Звулун, да, то есть у нас не раз, не два, не три, не четыре уже колена. И князья Исахарова, не пять колен, да, которые, которые приняли вызов и участвовали в битве. Реувем, она пишет, что Реувем, ты забоялся и ты сидел, да, первенец. Большие сердечные колебания, чего сидел ты среди загонов, чтобы слушать блеяния стад. Среди отделившихся Реувема большие сердечные сомнения. Она говорит, что ты не пришел, нас не поддержал. Плохой ты. Гиляд, ты остался за Эрденом, ты тоже не пришел воевать. Дан, ты тоже не поддержал нас. Ашер, ты тоже не поддержал нас. Да, еще указывает то, что Нафтали пришло и поддержало. Кого мы здесь не видим? Кого мы здесь с вами не видим? Мы видим с вами Ефраема, Бенемина, Махир, Аминаши, Звулун, Исахар, Реувем, Гиляд, Дан, Ашер, Нафтали. Совершенно верно. Нету Ягуды и нету Шимона. Почему? Все очень просто. Потому что песня Деборы, она была написана в Северном царстве. И повествование ведется от имени Северного царства. Что Северное царство было круче, чем Южное. И это был такой вот просто литературный трюк, что мы настолько ненавидим Южное царство, что мы его даже упоминать не будем в нашей поэме. Что все остальные колена, которые не пришли, нас не поддержали, Реувем, Гиляд, Дан, хорошо, мы о них скажем. Но колена Ягуды и колена Шимона, которая уже вообще на тот момент не существовала на самом-то деле, но колена Ягуды опускается из этого повествования. То есть мы видим эту войну, войну, которая вот в текстовом плане происходит между братьями. У меня заканчивается время, осталось три минуты, две минуты даже. Если есть у кого-то вопросы, я готов. Вопросы, рефлексии, пожелания. Это была вводная лекция. Мы с вами увидели трансформацию, что общепринятая тенденция, что 12 коленых израилевых, но мы за час быстро пробежались по тексту и увидели с вами, что в нашей истории они не трансформировались. Из 12 в 14, из 14 в 13, из 13 в 11. И мы с вами затронули еще и к тому же политическую тему. Отношения между коленами Израиля уже непосредственно в государстве, в государстве Израиля, в древнем государстве Израиля, не в современном. Вопросы, рефлексии, пожелания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова